Привет, друзья! Сегодня готовим вкусную ароматную грудинку с хрустящей корочкой. Такая грудинка прекрасна как в горячем виде и как холодная закуска. Процесс подготовки её не быстрый, но тем не менее она получается очень и очень вкусная. Существует огромное количество способов того, как добиться хрустящей шкурки у грудинки. Это может быть и запекание при высоких температурах, предварительная обварка и затем обжарка, или даже поливание раскалённым растительным маслом. Сегодня же покажу то, как можно легко добиться хрустящей шкурки в домашних условиях, если у вас есть немного времени, точнее много времени, и духовка. Начнём с мариновки основной мясной части, а потом займёмся шкуркой. У меня здесь два вот таких замечательных куска на коже и с мясом. Не прорезая шкуру, надрезаем грудинку, чтобы специи и соль лучше могли проникать внутрь мяса. И для маринования мне понадобится нехитрый набор специй. Здесь у меня соль, сладкая паприка, чёрный перец, сушёный чеснок и сушёный лук. И всё хорошо перемешать. И этой пряной смесью посыпаем грудинку со стороны мяса. И слегка растираем. Наша основная задача, как можно меньше пачкать шкурку специй. Нам понадобится продвинь с решёткой. И теперь перекладываем грудинку шкурой вверх. Если всё-таки на шкурку что-то попало, то при помощи бумажной салфетки аккуратно убираем это с поверхности. Заодно дополнительно протираем от влаги. Следующая процедура, которой нам нужно заняться, это смазать шкурку уксусом. Я использую рисовый уксус, в нём 5% кислоты. Можно использовать и столовый, или яблочный. Главное, чтобы концентрация тоже была 5-6%. При помощи обычной кисточки наносим уксус на шкурку. Отлично. И теперь для того, чтобы во время 12-часового маринования грудинка ещё больше отдала влаге, нам потребуется соль, много соли. И для того, чтобы эта соль лучше держалась на поверхности, нам потребуется куриный белок. Две штуки на 1 килограмм соли будет вполне достаточно. И хорошо перемешиваем. По ощущениям, такая соль напоминает мокрый песок. И тонким ровным слоем, толщиной примерно в полсантиметра, один сантиметр, распределяем по шкурке грудинки. Не стоит переживать, что из-за такого количества соли ваша грудинка пересолится. Благодаря шкурке она не пройдёт глубоко в мясо. А вот за 12 часов нахождения на её поверхности она прилично вытянет из неё влагу. Это то, чего мы и добиваемся. Убираем её в холодное место, в холодильник или балкон, если там примерно 4-6 градусов. И оставляем мариноваться на 12 часов. Ну что, дождя, грудинка просолилась, промариновалась. И сверху солёная корочка тоже схватилась. Монолитным твёрдым куском. Мы её сейчас не трогаем и не убираем. Духовку я предварительно разогрел до 190 градусов. И отправляем туда запекаться грудинку. С режимом конвекции или верхнюю, в зависимости от того, что у вас есть, с конвекцией получше, на 45-50 минут. Нам остается ждать. Вот так. Как вы видите, грудинка немножко изменила внешний вид. После того, как она провела время в духовке, она сама подсузилась, соляная корочка осталась на месте. И как вы видите, потому что часть соли осталась белой, в это место как раз выходило больше всего влаги во время запекания. Значит, верхняя шкурка максимально обезвожена. И если вы всё сделали правильно, то соль будет отходить крупными кусками. И мы сможем её легко и аккуратно убрать. Эта соль себя полностью отработала, она больше не понадобится и ни для чего её использовать больше нельзя. Поэтому дайте ей остыть и выбрасывайте. Я же параллельно включил духовку разогреваться до 270 градусов. Если такой температуры у вас нет, то 250, обычно максимальная температура в духовках. Самое главное, чтобы разогревался верхний тэнк. Конвекция здесь не нужна. Важно, чтобы максимальный нагрев можно было получить сверху. И для того, чтобы добиться ещё более максимального вытапливания жира из-под шкурки, и шкурка превращалась в более хрустящую, лучше всего сделать в ней небольшие проколы. Сделать это можно острым ножом или зубочисткой, смотря что у вас есть под рукой и чем вам удобнее воспользоваться. Делаем много-много маленьких наколов. И как вы уже можете обратить внимание, за счёт того, что грудинка горячая, жир уже через эти маленькие дырочки выдавливается поверх шкурки. Всё, что нам остаётся, это дождаться, когда верхний тэн хорошенько прогреется, и отправить грудинку в духовку ещё на 10-15 минут, максимально близко к верхнему тэнку. И ждём ещё 10-15 минут. Сразу предупреждаю, дыма будет много. Готово. Шикарная хрустящая корочка на месте. Сразу хочу сказать, что если вы переживаете за дымовуху в квартире или не уверены в мощности своей духовки, то, наверное, этот рецепт не для вас. Но, тем не менее, если вы любитель грудинки с хрустящей корочкой, то этот рецепт вам точно понравится. Опять же, здесь не такая воздушная хрустящая корочка, как это происходит в традиционных китайских рецептах, когда после приготовления её ошпаривают большим количеством раскалённого подсолнечного масла, ну или другого растительного. Но это тот эффект, которого максимально можно добиться в домашних условиях в обычной духовке. Друзья, если это видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Свои фотографии, отзывы, присылайте нам в группу ВКонтакте или в Телеграм. Всегда рад всё почитать. Думаю, вам, как и мне, интересно разрезать, что же у нас получилось. Корочка максимально хрустящая на обоих кусках. Пригаринки есть по краю, потому что это самые тонкие части. Снимаем нашу грудинку. И для удобства нарезки выкладываем её шкуркой вниз, мясом наверх. Ну, красота! Жирно ли это? Однозначно. Пряно-вкусно и ароматно? Тоже да. Хрустящая ликорочка? Безусловно. Поэтому надо есть. Аромат просто обалденный. Мясо нежнейшее и сочное. Теперь шкурка. Пряно-вкусно. 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 Пряно-вкусно.